Приветствую, друзья! На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Почему Бог допускает скорби? Вы знаете, не только для нас, но и для самого себя. Наш мир, как некоторые поэты говорят, лучший из миров, кстати сказать, не о нашем мире, а о будущем. Наш мир, кажущийся столь располагающим к блаженству и к удовольствиям, на самом деле есть место временного изгнания. Лишившись рая, наши далекие предки оказались поставлены перед необходимостью смерти телесной, над необходимостью искания Бога, не ощутят ли его, оказались перед сознанием своей тленности и ограниченности для того, чтобы первоначальный замысел Божий о человеке мог быть реализован. А какой это замысел? Это соблаженство творения свободно разумного своему Творцу. На пути исполнения этого божественного определения, предназначения человека, встал грех. Через грех вошла в мир смерть. Господь был вынужден назначить нам ограничение земной жизни и разрушение нашей плоти для смирения нашего, для того, чтобы мы, обращаясь в землю, откуда взяты, могли бы душой своей искать жизни с Богом и, смиряясь, осознавая свою ограниченность, при этом обрести божественную помощь нашего Творца, а Он ее подает. Дело в том, что скорбь нашей человеческой жизни, высшая из которых самая смерть или, может быть, худшая из которых смерть, при определении такой участи для человека была Богом определена и для самого себя. И когда человечество лишилось райской бессмертности, то Господь, установив для нас новый порядок жизни, дал обетование о своем собственном воплощении в нашу немощную природу, к нашей уязвимости от скорбей и болезней, стал мужем, изведавшим скорбь, тогда как оставался и всемогущим Богом. И таким образом личность Иисуса Христа есть высшая форма откровения Бога о самом себе и есть соучастие человечеству в его скорбной жизни. Надо сказать, что вы правы, скорбь человеческой жизни без Бога воплощения действительно не имеет смысла. Если бы вместе с нами не пострадал тот, кто определил для нас эту участь, то наша жизнь и наша смерть оставалась бы бессмысленной. Мало того, будучи еще по природе и обладая по душе нематериальностью, бестелесностью, мы все как до пришествия Христа Спасителя, так и те, кто после пришествия Христа Спасителя не захотели иметь с ним никакого дела, обречены на вечную смерть. А скорби Христовы, крест его, оказываются для человека спасительным орудием, вместе с которым мы, скорбя, с ним и воцаримся. За Господом, крестоносцем нельзя идти без креста. Господь сам, избив чашу скорбей даже до смерти и смерти крестной, во искупление грехов рода человеческого, призывает и нас полюбить скорби, как наименована книга одного из наших великих русских святых. Я полюбил страдания. И это не просто пренебрежение или гнушение страданиями, а расположение к ним отличает ту душу, которая подлинно преодолевая с Господом скорби жизни сей, получит и совершенное утешение вечного соблаженства Господу нашему. Потому, как видите, скорби земные Богом установлены, скорби земные Богом благословлены. Мы призваны эти скорби понести с именем Господнем, с помощью Божьей и вслед за этими скорбями получить и полное утешение в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok